продолжаем развивать тему вот например у меня есть такая царапина на руке самого рождения какая-то очень странная и мне на самом деле говорят что что эта царапина что из-за каких таблеток ты принимал в детстве вот эта царапина короче появилась что это не верится то есть не советую сдавать также кровь потому что непонятно куда эта кровь потом идет кому она потом попадает это неизвестно еще не я например сдавал кровь вот частенько до все террора и вот у меня есть такие подозрения что могут что-то сделать просто своей кровной как-то воздействует на тебя также у меня подъезде постоянно на верхнем этаже какой-то очень сильный гул непонятно откуда он исходит откуда ты из крыши по моему и то ли из лифта мне кажется что скорее всего из крыши и такой сильный гул и все бы ничего только он звенит очень хорошо в моей комнате и например когда приходишь с работы невозможно отдохнуть нормально такой неприятный противный звук поспать ничего невозможно сделать вообще раздражает очень сильно и и вот так же когда ты например не работает что же тут его очень сильно мешает раздражает и ни в каких комнатах этого гула больше нету только вот в моей и вот когда выходишь в подъезд поднимаешься там на верхний этаж это же он слышим вчера у меня была такая ситуация что вот я выхожу из своего подъезда нажимаю на лифт лифт не работает и я просто спускаюсь по лестничной клетки и сразу же на следующем тоже какой-то взъерошенный мужик смотрит в окно подъезда что ругается говорит ничего не видно потом я спускаюсь до конца стою на улице и этот мужик тоже выходит из подъезда и идет идет куда-то что и он куда-то идет я так думаю и потом возвращается и спрашивает у меня не было ли не зимнело ли тут сигнализация то есть как только я чем-то начал говорить о сигнализациях тут же тут же вот такие вот какие-то провокации но лично для меня это какие-то странные вещи ну уж слишком много совпадений если честно и вот так же потом он спросил у меня не проезжала ли тут какая-то машина я сказал что проезжал он опять что-то ругнулся ушел в подъезд буквально я через каких-то несколько может даже секунд захожу подъезд его уже нигде на этажах нету и как только я дошел вот лифт опять не работал я нажимал и как только я дошел до своего нужного этажа тут же лифт заработала то есть у меня просто эта жизнь просто удивляет просто такими какими-то своими странностями вот я бы вам показал конечно что за след у меня на руке самому рождение типа какой-то царапины очень страны возможно там какой-то чип находится сейчас здесь не видно будет конечно если показать также я смотрел в один глаз свой зрачок и увидел там возле зрачка как будто что-то светлое и у меня как-то тоже какие-то подозрения есть потому что вот только вчера я смотрел что там например возле зрачка ничего не было абсолютно ничего ничего светлого не было и тут как это светлость на зрачке то есть тоже непонятно вот то есть если мои видеозаписи смотреть то по ним можно увидеть как услышать какие-то непонятные шумы какие-то непонятные радиосигналы вот сейчас конечно повторюсь кроме того что у меня болит дико душа больше никакой травли нет она прекратилась уже как больше года но оставила свой след вот и абсолютно непонятно из-за чего что болит вроде как душа болит почему она болит ничего не понятно вообще то есть ты себя вроде как сам ты себя чувствуешь нормально а вот душа болит и это абсолютно непонятно вроде никаких таких проблем каких-то серьезных или еще что-то у тебя нету на душа все равно упорно болит это абсолютно не прекращается хорошо тоже соседи например если поговорить о соседях то например своей квартире постоянно что-то роняют что-то тяжелое как будто целый шкаф у них там упал и вот постоянно такие шумы постоянно включает телевизор вот очень громко слышно чё они смотрят смотрят они тоже какие-то непростые передачи конечно говорить не буду чем не смотрит то есть буквально ты открываешь двери своей квартиры и буквально сразу же начинаются какие-то провокации вот например я уж долгое время там например ходил по улице камни уже на долгое время никто ничего не спрашивал до меня не докапывался заговаривался какие-то посторонние люди со мной не заговаривали и как только я начал выкладывать какие-то ролики сразу какие-то начались сразу начали ступать с тобой в диалог какие-то посторонние люди и вот в университете еще такой история что я короче поругался там с одним парнем вот и буквально через какое-то время вот этот преподаватель говорит всех в угол загнал еще этот преподаватель называл меня каким-то то что я молчал и особо не обращал на этот цирк на это шоу и он называл меня просто глухонемум то есть какие-то такие темы поднимал постоянно говорил зачем какие-то криминальные структуры к нам университет кого-то за засылают короче вот такие вот у него разговоры были абсолютно непонятными и и он еще объяснял это тем что вот чтобы они там своих отмазывали еще учета вот такие какие-то разговоры были то что он как-то втихую меня просто темную можно сказать меня против меня что-то имел что-то говорил почти в открытую конечно он пальцем тебя не показывал но подбирал такие слова и фразы что чтобы ты понял что это как бы про тебя говорят вот очень-то приятные люди вот то есть сидишь на их парах как будто ты в кабинете у следователя сидишь постоянно вот то есть еще у них такое есть особенность голоса что они то высоко поднимают голос то очень тихо тихо спокойно вот так воздействует на твою психику просто прям это заметно сначала голос очень-очень высокий прям какой-то пугающий потом тихий тихий спокойный вообще успокаивающим такую такие моменты есть и как я понял с того что какие у них еще разговор были я конечно сейчас дословно прямо сказать всего могу то есть буквально я выкладываю фото где я сижу в машине тут же они чё-то говорят про эту машину да тут же такие разговоры считаешь не могу сказать как и ничего не говори вот еще какие-то личные разговоры там с другом ведешь со своим во время прогулки и они просто потом будут это на паре все то же самое говорят то есть у меня было подозрение что на телефоне есть какая-то прослушка вот после выхода моего видеоролика видеоролика в первых не означает ли сниться какие-то странные сны вот думаю на этом буду заканчивать и ладно ладно спасибо никого я